здравствуйте друзья мы движемся на open house это такой домик подороже да сколько он стоит 7 и я тебе дам бумажку 7 и 9 миллиона долларов мы находимся с половиной 7 600 7 600 я извиняюсь они хотят за него 7 600 а давно стоит на маркете вот здесь вот надо стоит 39 39 не то есть не то чтобы его тут же прибежали все расхватывать мы находимся в городе в городке лос-алтас хиллс это не даже не вот не лос-алтас а хиллс так она вот как бы холмы такие значит и подъезжаем скажи пару слов про недвижимость вот эту же значит дом в котором 5 спален пять с половиной туалетов 89 до этого ну да начали спален и спали 5 с половиной туалетов значит общая площадь недвижимости 6143 квадратных фута что заставлять это 600 там 14 квадратных метров лот немножко больше акра построен дом девяносто шестом году открыто где-то на пол гектара и в девяносто шестом году то есть ему тоже уже по хорошему ну хорошо пошли посмотрим вот друзья правду говорят что красиво жить не запретишь вот мы в таком месте где никто не запрещает жить красиво лос-алтас хиллс тут совсем недалеко вот по правую руку тут до хайвея пара минут двести восьмидесятого ну вот такое место ворота красивые акр акр это что-нибудь 20 пола акр это 20 соток такого плана если я не ошибаюсь светлана меня поправляет что это 40 ну действительно она она права тут вот вход в гараж ну вот видишь тут кустами они такой заборчик создали ну да да они просто я просто показываю что-то мы вокруг дома ходим тут гараж у них ну пойдем туда вот тут такой фонтанчик как бы со стороны дороги и мы разворачиваемся и смотрим на дом вот с этой стороны ну что пошли внутрь это входная дверь вот тут холл такой вот мы зашли вот здесь такой холл сразу выход на улицу вы видите вот тут какие-то помещения ну вот мы зашли что это светлась это офис тут музыка играет как бы нам не стукнули youtube по нашим съемкам такой песочек с выходом на улицу за одно мебель хорошая она кастомизирована не специально для этого описание делали это дайнинг друзья тут можно сесть и закусить когда гости пришли так все культурненько а вот тут не считаете ничего себе пульт управления это кухонька давайте пройдемся по кухоньке вот люди вот так вот значит у них такие кухни ага света то что вот света любит вот одна раковина здесь другая вот там подальше нет на агенде это да как тебе вот этот элемент вот этот элемент вот такая барная стойка решена высокая 48 до к ним стулья высокие нужны барные стулья плита хорошая мебель мне очень нравится где где хозяева а за столом да это для гостей света за то да когда придут гости мы сейчас глянем туда тут вот кладовочка небольшая до пентри да совершенно верно горшочная а вот там и гараж вот видно изнутри вот тут три машинки у них стоит видите бентли porsche там ну пусть нормально люди как бы так не не бедствует это просто красота вот такая значит такое место для красоты это пульт управления всем домом ну что замечательно так тут что у нас это туалетик это туалетик милый до такой хорошенький туалетик и вот спаленка она нас конечно не не маленькая и очень приличный хороший карпит очень мягкий вот такие окна что пластиковые окна пластиковые ведь как ты попробуй ты попробуй обычно обычно по дорогих домах делают все деревянное да рамы деревянные но это пластик хотя света мне не верит а я пальцем постучал до потолок высокие тут 10 футов вот нижняя часть 11 там держи к лампочкам смотрится очень просторно хотя в общем-то комната сама в себе не гигантская вот мы возвращаемся значит на продолжение кухни тут вот такая барная стоечка я думаю что когда гости придут и нужно вот позвать там какой-то сервис вот этот человек из сервиса сюда встанет и будет всем наливать культурненько до этого водочка стоит видишь там grey goose и рюмочка у них немного стекла сделаны какие стекла хорошие стекла да ну что же с выходом на террасу свитом на красивый фонтан да да обрати внимание что все кабинеты они подвесные да если поднимем подсветка то есть вечером когда темно вспомните это будет очень настя она отражается в паркете вся подсветка и будет все красиво потому и сейчас светится но не так сильно заметно потолок такой хороший потолок да видно да 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 такой light well он идет туда естественным светом освещает и в разные в разные стороны направлены эти лампочки да видно по ним мило ну чего я думаю что мы можем конечно на улицу пойти а можем еще дальше дом пошли мы зашли вот через эту дверь а здесь видите комната с роялем я показываю вот эту часть ты сейчас покажешь все остальное вот тут рояль очень мило что ты говорила про часть дом видите дому 20 лет я думаю что он ремонтировался что он очень хорошо отделан да такой умывальничек пластик пластик да ну что гости ходят не жалко а вот это видно 20 лет назад и делали вот эта вот эстетика 20 лет и шкафчики тоже похожи они хоть и заказные видишь они такие не у них дверцы не ровные вот это явно видно что это дсп это сейчас так уже не делал в дорогом доме сейчас так не стали будем а вот тут ступеньки вниз и мы попадаем в мир мастер бедрума это мастер бедрум правда свет он большой красивый прикольный с видом посмотрите куда там бассейн там бассейн здесь вот такие красивые виды на улицу так и тут очень красиво посмотреть на страну и вот там а та вот крыша соседа здесь хиллс вы помните это не просто лос-алтас это лос-алтас хиллс тут все на холмах там сосед все очень мило вот тут можно сидеть на этой штуке можно совершенно замечательно сидеть я показывал слушай шкаф не напоминает советское детство какой-то он такой вот да да абсолютно но просто я говорю отдаленно как-то вот так он кроватка хорошая смотри как да и тут все то что вы видите . и тут сюда вы видите вот эти вот пульты управления думал музычкой кондиционер да это что называется бок in closet он даже со стеклянными дверьми видимо чтобы не пылилась хорошо здесь правда да ручки хорошие слайка все таки это обычно вопин клозет он не является чем-то очень красивым знаете а вот тут очень здесь красиво очень много инкрустированного стекла и вон там да красиво красиво это красивая ступенька сделаны натурального мрамора хорошо я не буду вот так вот это вот пространство между джакузи и тем камином который действительно идет эту комнату вот что это за пространство что мне надо делать не нужно слушать не когда вы ждали на 8 миллионов да ты не говоришь о том что и поставлены это пятачки ли как и вы создали красота это красивая ступенька сделаны натурального мрамора хорошо красота я не будет я думала быть она функциональна вот у нас тут ванну ну душ это не ванна это душ давай зайдем в душ посмотрим что там внутри вот как у богатых с душем вот пожалуйста раз-два тут еще много выключателей потому что есть там и на стенке торчит а вот можно душ принимать а можно вот эти как это душарку принимать вот видишь вот этими струнками да тут тут есть из чего побрызгать на человека то есть сегодня это все делается в одной фону можно это все сделать стенки ну в то время делали вот так да поэтому тут есть органы управления и вот так тоже нельзя как сейчас так вот делаются тем мы хотели но не стали делать но вот эти стеклоблоки как они называются ну здесь понятно без претензий пришел нужду справит и спасибо друзья я думаю что вам нравится этот дом уже а вот казалось бы зеркало а там раз за ним шкафчик такое ощущение что здесь люди не живут не живут как-то всюду всюду все такое безжизненное да что это стиралка и богатые тоже стирают друзья так светочка после этого то что там слева вот здесь очень все аккуратно с панелями закрыта это здесь находится все сердце вот коммуникации всего дома так а вот тут если вот это вот здесь можно изъять владельную доску так а что не знаю не открывается вот пожалуйста стиральные сушильные машины шкафчики чтобы там раскладывать химикаты там было я не знаю что там высушенное добро а вот тут открывается это электрический щиток вот он вот так выглядит предохранителей написано какие куда справа на двери мы продолжаем движение вот тут ступеньки и все равно красиво цветочки поставили и тут какое-то количество спален вот одна спальня она просторная она с бок-ин клозетом и а нас со своим санузлом это как бы еще один мастер-бедером практически да ну что же хорошо вот это вот так и видно что 20 лет ей как она чувствуется и вот тут красиво вот так вот смотри вот у тебя не надо открывать ну ладно ну ладно хорошо вот так раз выходишь и так у тебя такие красивые виды со всех сторон вот еще одна спальня так она на самом деле поменьше по площади заметно поменьше тоже у нее есть куда выйти там на балкончик я извиняюсь перекурить если так можно было бы выразиться и она же смотрит как раз на дорогу вот там не завидно вам или нет вот там дорога по которой мы приехали в улице так но здесь соответственно санузел раз-два тут поскромней вот я бы сказал что это эта часть более скромненькая чем например весь дом сам по себе как свет очень мило потолок хороший вот эта штука наверху ребята когда в ней батареечка сядет и начнет бибикать типа мол поменяйте меня пока не поменять будет будет свиристеть со страшной силой поэтому тут надо стремянку иметь набор батареек ну вы можете вызвать кого-то но она пока не придет будет долго свиристеть так что иногда удобно самому так я их столько поменял господи в этом проблема высоко потолка вроде красиво а как чего поменять так заколдобися заколдобися тоже вот еще спальня и тоже она с красивым выходом на улицу туда в сторону дороги вон того фонтана что у входа и тоже она со своим туалетиком знаете в этом смысл жизни человека денежного у него всюду удобно в любом туалете у него есть если в любой спаренке есть где там в туалет сходить чтобы не бегать и не искать и тоже видите пульт управления чего только нет в туалете у людей зажиточных все это хозяйство принадлежит китайской семье но парень который ну продает это все ему 28 лет и он в строительном бизнесе он хочет свой строительный бизнес из китая двинуть соединенные штаты поэтому ему здесь так не очень как бы комфортно он хочет не один акр земли а два и он хочет построить дом не 6 тысяч скверхутов а десять в общем он этот продает он купил 4 года назад и тут каждый элемент он такой кастомизированный то есть что-то из англии привезли смонтировали на месте значит что-то там из китая вот этот фонтан например как объясняет нам риэлтор они же покупали для него этот дом 4 года назад вот этот фонтан они тоже откуда-то привезли по кусочкам собрали так все все такое ну как бы со вкусом с любовью оборудование бэк-ярда вот этот лэндскейпинг им стоил полтора миллиона долларов давайте спустимся вниз немножко посмотрим что там еще есть вот то что у меня сейчас справа откроется вам тут вот некое помещение ну можно назвать это guest house хотя я бы сказал что там негде ночевать скорее это похоже на такое место где люди которые побыли в бассейне там сидят в халатиках тому пути пивко выпивают я бы так стал ничего нет кроме туалета вот там вот эта дверь в туалет и вас тут пивко с орешками и телевизор посмотреть ну не знаю что такое место время провести тут вот ну партийное место вы сами понимаете а вот если что барбекюшница хорошая газовая тут есть такой маленький гольфовый такой газончик но я не знаю так тут можно так поиграться легонечку под клюшки даже стоят ну так это баловство вот забор который вы видите там может быть сеточку это граница их территории вот эти деревья большие это граница их территории вот из этой аутсайд китчен где мы только что сами были вот вот этой черный вот из нее изумительный вид на сам дом посмотреть как как красиво вот сам по себе дом изумительны эти лошадки похоже там голову лошадины похоже на шахматные фигурки мне кажется этот джакузи значит тут сидишь вода горячая булькает излишки переливаются вот туда в бассейн вот дальше сам бассейн ступенечки справа ступенечки слева там где по посередке там углубление его хорошо заметно скажите к более старых домах где старые бассейны еще привыкли делать такие трамплины но это давно это восемь футов клиента что эти дома всего 20 лет да это показывает частности то что здесь нет такой глубокой воды то что она никому не нужно уже строками да вот это просто для удовольствия мне кажется с трамплины это бедный дом там дети прыг сколько это такое больше для усложнения взора вы скажите это потому что дом в таком состоянии вообще никогда никто не жил владели всегда китайцы которые приезжали сюда может быть там сразу скажи что это справа фонтанчик да давай я его сниму тоже это друзья фонтанчик вот вы видите так если его запустить что он будет создавать некую красоту вот это скрин это экран вот это экран вы видите друзья светов вам говорит правильно вот это вот экран который он автоматически выползает да и закрывает бассейн чтобы него грязь не сыпалась и вот там у нас соседи смотри вот там одни соседи вот там еще когда ты на холме конечно соседи тебя меньше интересуют хотя вот мы как люди жившие на холме скажу вам что бывает что они там вроде далеко а как они сядут у бассейна потрепаться так такое ощущение что у тебя в спальне сидят правда такой удивительный феномен тут прямо амфоры какие-то значит творится вот ступеньки изумительные очень красивые ступеньки хоть когда земли много то можно много чего из нее наворотить вот я так сторону соседей пошел посмотрите тут площадочка раз со скамеечкой там скамеечка он есть площадочка красота такая да как бы много разных территорий знаете друг от друга изолированных вот они лошадки пинтик стоят красиво а света говорит вид красивый но пошли станем туда где стоит света так вот этот вид вот такой да ребята я вам скажу камера так не видит как мы видим глазами сожалению ну все равно очень очень мило очень мило мы вот так по этой тропочке можем покинуть территорию чтобы наверное и сделаем уйдем не прощаясь вот она знаете какая тропа мы на самом деле пришли сюда по этой тропе среди кипарисов мы идем слева дом вот мы там ходили по этому дому да вот он слева а мы его обходим вот с этой стороны и идем по тропочке а тут виноград смотрю там соседи у них прям такой фруктовый сад большой да а вот прям вдоль забора виноград мы как раз со светлой вот обсуждаем что недавно посмотрели фильм он сейчас очень популярный нашумевший называется ван миллион доллар шаг как бы сарайчик за миллион и там вообще о ценах в кремниевой долине там серьезный такой фильм более-менее глубокий и рассказывают риэлторы китайцы что у них клиенты они просто покупают недвижимость тут тоже в китае там у них есть элемент стрёмного и там цены еще выше но чем какие-то проблемы они покупают и даже собственно и не живут поэтому вот эти люди которые продают дома они здесь как-то у них не получалось тут жить они иногда наездом и парень купил дом четыре года назад да и этот дом сейчас вырос ну конечно не парзовый такой дорогой за четыре года он мог вырасти на процентов 30 но у них есть деньги они же не сдавали еще не делали просто им купили на вырост это семейные деньги не то что это один парень там тело и семья можно сказать друзья что вот это место где мы находимся это такая местная силикона валь валевская рублевка можно так сказать да да ребята посмотрите это как как надгробие где-нибудь там на хорошем кладбище да они не поскупились вот и ворот ведь так просто не заедешь что-то перековорничек там мы продолжаем такой проезд по лос-алтес-хилл чтобы вы так просто немножко посмотрели но к сожалению давайте здесь здесь нет такого широкого обзора потому что тут со всех сторон такие красивые меншинс такие усадьбы богатые такие но друзья что можем то показывают вот в конце концов никто же вам не запрещает там по google maps по google мэпить если кому интересно лошадок держит не запретишь жить красивые старые люди вот которые раньше старая школа она уже конечно никаких лошадок не держит красиво у них и рояле на и право на я помню какие красоты стоят дворцы красиво красиво лос-алтес-хиллс и лос-алтес справа такое лос-алтес хиллс и лос-алтес они как бы живут общей жизнью то есть у них общие праздники всякие там фестивали огней там и так далее хотя у них разные сити холлы то есть у них разные разная статистика разная что называется прописка разная мэрия в общем все разные вот я не помню кто-то там из российских олигархов тут пару лет назад что-то прикупил очень дорогое чем поднял среднюю оценку недвижимости по городу вот и там люди жаловались меня знакомые тут живут и говорят что с них хотели больше налогов теперь говорят раз подорожало они где же подорожало если один дом всего но поскольку населенный пункт небольшой то стал стал быть даже один дом может иной раз серьезно повлиять так ну что мы выехали из города до свидания